Десять заповедей Первая заповедь Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим. Исход 22.3 Всюду люди поклоняются ложным богам и создают их своими руками, игнорируя святую заповедь. Их боги – деньги, звезды кино и спорта, чьего угодия и иные виды удовольствий. Библия говорит, что существует один Бог в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Вторая заповедь Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо Я Господь, Бог Твой, Бог Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих Меня, и соблюдающим заповеди Мои. Исход, двадцатая глава, с четвертого по шестой стихи Мы не должны поклоняться изображениям и сделанным человеческими руками изваянием, полагая, что поклонение им приближает нас к Всевышнему. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе и Истине. Третья заповедь Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Исход, двадцать семь Сегодня имя Бога употребляется в юморе, в клятвах и даже в непристойных словах. Этот грех очень опасен, так как, когда мы совершаем его умышленно, он попадает в категорию непростительных грехов. Четвертая заповедь Помни день субботний, чтобы святить Его. Шесть дней работай и делай всякие дела Твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела ни Ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришелец, который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил Его. Исход 20 глава с 8 по 11 стихи Суббота, а не воскресенье, является истинным днем поклонения, установленным еще в Эдеме. Согласно Писанию, Он останется таковым и в вечности. Пятая заповедь Почитай Отца Твоего и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь, Бог Твой, дает Тебе. Исход 20.12 Наши родители достойны любви и уважения, ведь они подарили нам жизнь и воспитали нас. Они навсегда останутся источником жизни, счастья и силы для нас. Шестая заповедь Не убивай Исход 20.13 Эта заповедь подразумевает больше, чем кажется на первый взгляд. Мы не имеем права отнимать жизнь, поскольку не мы ее давали. Более того, нам нужно опасаться и того, чтобы не убить человека словом или своим равнодушием. Седьмая заповедь Не прелюбодействуй Исход 20.14 Эта заповедь учит нас, что у каждого мужчины должна быть одна женщина, и у каждой женщины должен быть один мужчина. Более того, сексуальные отношения до брака запрещены Богом. Восьмая заповедь Не кради Исход 20.15 Нам необходимо быть честными. Мы не должны никого обманывать. Не должны стремиться лишь к собственной выгоде в ущерб другим. Нам следует добросовестно трудиться, чтобы иметь возможность помочь тем, кто оказался в положении нуждающегося. Девятая заповедь Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего Исход 20.16 Многие привыкли лгать и сплетничать. Они используют любую возможность, чтобы выставить в дурном свете тех, кто им неприятен или кого они недолюбливают. Данная заповедь призывает нас не лгать, как на словах, так и любым иным способом. Десятая заповедь Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход 20.17 Сердце, которое не любит ни Бога, ни людей, как правило, полно зависти и ревности к ближним и к их имуществу. Такие люди всеми своими силами будут добиваться того же, чем обладают другие. Десять заповедей – это единственный путь к счастью. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...